МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это все-таки будут соревнования или что-то большее? В этом году будет, конечно, более грандиозное событие. Это все же даже не совсем соревнования, хотя и здесь соревновательная деятельность, она будет идти полным ходом, а также фестиваль. То есть это то, что все страны, которые приедут, все участники, которые приедут к нам в Барнаул, они все-таки привезут частичку своего дома, частичку своей страны, потому что ожидается более 10 стран-участников. Это будет и Юго-Восточная Азия, и ближние зарубежья. И вот каждая страна, она привезет что-то интересное, какую-то традицию свою покажут. То есть это будет и фестиваль, и соревнование, и обмен таким вот опытом, и традицией. То есть будет, мне кажется, очень здорово, и такой более объединяющий дух и объединяющая обстановка, она будет вот как раз проходить на Грибном канале в Барнауле. А в каких, кстати, числах? Это будет с 28 июня по 1 июля. Вы сказали то, что кто-то привезет свои традиции. А может быть, уже есть, скажем так, какие-нибудь примеры? Ну, на самом деле, вот в рамках, чтобы так вот как фестиваль, как это задумано, я на своей памяти не припомню. Но скажу так, вот Олимпиада, Олимпийские игры, это плюс-минус, наверное, как раз к этому, отсылка к этому. Потому что, вот как вы вспомните, на Сочинской Олимпиаде, на открытии, на закрытии, вот была показана эта традиционность, вот вся история там, ну, о России. Поэтому здесь, наверное, будет что-то похожее. Ну, я не знаю, какая программа на самом деле будет у организаторов, но мне кажется, что очень будет похоже. То есть будет представлена вот, ну, с нашей стороны, это история нашей страны, а все, что касается других, стран, они, наверное, что-то свое привезут и покажут, то есть как это сочетается с драконами, с греблей на лодках дракон, потому что традиционно эта гребля на лодках дракон пошла вот как раз с Юго-Восточной Азии, с Китая. Там 2000 лет насчитывает история соревнований в этом виде, потому что они, у них есть класс судов, там и 100 человек, когда сидит в одной лодке, такая где-то большая голова дракона, и они на скорость соревнуются. То есть это причем у них повсеместно, во всех провинциях, во всех городах существует, в деревнях, и богатая очень история на самом деле. Поэтому нам есть чему и научиться, и посмотреть, и вот эти вот традиции, я думаю, они привезут. Ну, а в Барнауле-то сколько человек будет в драконах? Стандартно? Я думаю, будут классы те, которые непосредственно представлены вот на чемпионатах мира. Это, если не ошибаюсь, 20 человек, возможно, 10 человек. Точно не знаю, какая программа, потому что все же это, ну, сейчас вот эти вот моменты все, они как раз строятся. Все вот, ОРК-комитет, он работает над этими моментами. Поэтому все мы увидим непосредственно уже на соревнованиях, ну, и когда будет программа предстартовая, то есть все желающие смогут этим ознакомиться. А вот уже известно, какие, скажем так, будут еще развлечения для зрителей? Потому что я слышал, вроде там что-то на саббордах будет, или я ошибаюсь? Ну, я думаю, в рамках фестиваля всегда стараются показать любые гребные виды спорта, то есть и гребли на байдарках, и гребли на каное, также гребли на сапах. Возможно, это будет какой-то, ну, фестиваль в плане, вот, допустим, в прошлом году на Алтайской регате и Кубке Братьев Агеевых был сабборт, представлен в костюмированных таких, как карнавал, то есть люди там переодевались, проезжали по территории, ну, по воде Грибного канала, и зрители это оценивали, вот. Ну, возможно, будет такая история. Я точно не знаю программу, потому что она все же держится в секрете, чтобы, ну, это же шоу должно быть интересно, люди должны смотреть, что что-то такое, ну, интересно, поэтому все в процессе, но, скорее всего, все грибные виды, они, естественно, будут представлены, потому что школа в Барноле, она очень такая фундаментальная и представлены вот в секции все грибные виды, и на лодках дракона, и гребли на байдарках и каноя, и саббординг, то есть все виды, они существуют, и дети занимаются, и взрослые занимаются, поэтому здесь, как говорится, очень много того, чего можно показать. А вот вообще раньше в Барнауле проходили всероссийские, даже не всероссийские, международные соревнования по драконам, или все-таки ограничивались другими видами спорта? Ну, вообще в Барнауле очень классная история, потому что начиная с 2018 года практически там каждый год проходят большие события международные соревнования, и вот в 2018 был Кубок Чемпионов, но это только было гребли на байдарках и каноя. В 2021 году мы знаем, что проходил лицензионный Кубок Мира, где были разыграны путевки на Олимпийские игры. Это уже такое, ну, мега серьезное событие было, потому что сюжетом... Все туда люди приезжали со всего мира, чтобы добрать путевки на Олимпиаду в Токио. В прошлом году была Алтайская регата, где также помимо гребли на байдарках и каноя был представлен класс лодок «Дракон», где также принимали участие спортсмены со сборной Белоруссии, со сборной Узбекистана, Казахстана. То есть ребята комплектовались в эту лодку и выступали, можно сказать, тоже такое международное событие. Но в этом году это будет, конечно, программа более обширная именно в классе лодок «Дракон». Поэтому ждем, будет очень интересно, так сказать, по-спортивному заруба. А почему был выбран для соревнований именно Барнаул? За счет грибного канала? Естественно, здесь вот так и сложилось, что в Сибири построен замечательный грибной канал, один из лучших на сегодняшний день в мире, потому что инфраструктура, все, что здесь материально-техническая база, это соответствует самым высоким стандартам в мировой практике, в мировых ведущих державах. Не у всех есть такие ловушки, стартовые системы, система финиша, потом вообще дорожки вот эти такие ровно выверенные, и трибуна. То есть все построено в идеал. Также здесь популяризация вообще в целом грибных видов спорта очень хорошо нашла свое место и хорошо пошла, потому что у вас уже есть доморощенные ребята из города Барнаула, кто уже вот в сборной России по грибле на Байдархаканой представлены, то есть уже члены сборной России, которые претендуют на самые высокие позиции в мировом спорте. Поэтому это здорово, это как раз находит отклик у молодежи, у подрастающего поколения, несмотря на вот таких вот крутых чемпионов, они пытаются догнать их и перегнать. Плюс здесь очень как раз, что касательно гребли на лодках и драконов, очень хорошо развита студенческая лига. Представлена широко, все институты ведущие, они приезжают, гоняются и с удовольствием это делают, потому что, ну, мне кажется, такого уникального канала, грубо говоря, в рамках Сибири и Дальнего Востока, ну, нету. На сегодняшний день это единственная, самая ближайшая точка. И также это самая ближайшая точка для ребят из Азии, из Центральной Азии, из Юго-Восточной Азии, вот как раз гребной канал в Барнауле. Поэтому, как говорится, сам Бог велел здесь развивать это и приумножать. Международные соревнования тем летом были, и получается, ну, и этим летом, соответственно, драконы. Количество участников будет больше или меньше? Ну, в этом году, по крайней мере, вот на сегодняшний день такая информация, что более 400 участников будет. Вот. Возможно, будет больше, потому что еще сейчас идут последние там приготовления, то кто-то, возможно, добавится. Поэтому точно сказать на сегодняшний момент, вот какое количество участников не представляется возможным, но ближе уже к соревнованиям, уже когда будет непосредственно создана программа, и там уже будет посчитано количество участников. А вообще, какие страны уже, скажем так, подали заявки на участие? Ну, насколько я погружен, это и Китай, и Индонезия, и Камбоджа, это ближние зарубежья, это Казахстан, Белоруссия, Узбекистан, ну, достаточно там большая, много стран, особенно из Юго-Восточной Азии, не будут, Вьетнам, по-моему, сейчас переговоры с Кореей есть, поэтому действительно палитра страны, ну, большая, поэтому все равно ожидаем до конца, есть еще время, ожидаем до конца вот эти вот заявки, и ожидаем, что все равно больше будет стран, чем вот мы озвучили. Переговоры с Южной Кореей? Насколько я знаю, северно даже ведутся переговоры. Неожиданно. А вот все-таки алтайские спортсмены будут же, правильно? Естественно, они будут представлены на соревнованиях, либо это в сборном экипаже, вот как это от России, либо это будет в другом формате. Мы все будем, все будет зависеть от программы, той программы, которая будет представлена. Возможно, будет отдельно алтайский регион представлен командой. Вот, кстати, вопрос об уровне иностранных участников. Как считаете, все-таки, давайте, топ-3 самых сильных стран? Я считаю, наверное, белорусы среди них будут точно. Ну, вот именно что касается классов лодок дракон, ну, давайте я так назову, на свой страх и риск, скажем так. Я особо тоже прям не до конца понимаю Юго-Восточную Азию, потому что они, вот все равно мы уже там два года с лишним, мы как бы отрезаны от всего там мирового сообщества в плане вот международных соревнований. Но я знаю, что и Филиппины выигрывали чемпионат мира, и Индонезия сильна, то есть по-своему там есть. Традиционно Россия тоже всегда собирала хорошие лодки. У нас, скажем так, есть достаточно хорошие спортсмены, которые, садясь в одну лодку, и выигрывали чемпионаты мира, и призерами были. Вот Китай. То есть я думаю, вот в этом году представители этих стран проведут сильнейшие свои составы. То есть это не будет там, скажем, какой-то уровень средний, это будут сильнейшие представители, потому что для них сама площадка, идея вот Алтайской регаты, она будет и фестиваль, а вот лодок на дракон, она будет очень интересна. И это будут всегда. То есть я не думаю, что китайцы привезут какие-то слабенькие спортсменов. Для них это всегда нужно показать. То есть престиж и уровень страны. Поэтому когда ты борешься вот на таком уровне, это всегда сильнейший спортсмен. Поэтому надеемся, что и мы соберем лодку достойную и выиграем у них всех, и там будут представители Алтайской гребли. Ну, надеемся, что в первую очередь алтайские ребята поднимутся хотя бы на пьедестал, а то и дело даже первое место возьмут. Прямо, да, чтобы выиграли они, конечно. Чего не лочиться. Действительно. Ну, а я напомню, сегодня мы говорили о международном культурно-спортивном фестивале Алтайская регата «Фестиваль драконов» с олимпийским чемпионом Александром Дьяченко. Ну, а мы с вами встретимся в эфире. Продолжение следует.